У микрофонов Зубова Татьяна Петровна и Вадянова Виктория Викторовна. Если вы нас видите и хорошо слышите, отметьте, пожалуйста, плюсиком в чате. Семья – это самое дорогое, что есть у человека. Главное назначение семьи – воспитание детей. Семья – это персональная среда жизни и развития ребенка, качество которой определяется рядом параметров. Социально-культурный параметр зависит от образовательного уровня родителей и участия в жизни общества. Социально-экономический параметр определяется имущественными характеристиками и занятостью родителей на работе. Техника – гигиенический параметр зависит от условия проживания, оборудованности жилища, особенностей образа жизни. Демографический параметр определяется структурой семьи. Современные семьи развиваются в условиях качественной и противоречивой общественной ситуации. С одной стороны, наблюдается поворот общества к проблемам и нуждам семьи. Разрабатываются и реализуются комплексные целевые программы по повышению и укреплению ее значимости в воспитании детей. С другой стороны, наблюдаются процессы, которые приводят к обострению семейных проблем. Это прежде всего падение жизненного уровня большинства семей, рост числа разводов, отрицательно влияющих на психику детей, увеличение числа неполных и имеющих одного ребенка семьи. Для полного прохождения процесса обучения и формирования личности ребенка необходим соответствующий микроклимат среди педагогов и учащихся, самих учащихся школы и семьи. Семья – это часть общечеловеческого коллектива, важнейший институт социализации подрастающего поколения. Какую бы сторону развития ребенка мы ни взяли, всегда окажется, что решающую роль в его эффективности на том или ином этапе играет семья. Нередко можно встретиться с мнением, что семья представляет собой источник стихийных, неорганизованных влияний на детей. И поэтому школа должна быть ведущей и направляющей организацией по отношению к семье. Безусловно, школа должна определять и направлять воспитательную политику. Семья должна выступать не как потребитель и заказчик, а как партнер. Это обеспечивается, если приобщить родителей к педагогическому процессу, организовать информационно-педагогические встречи, педагогические лектории для родителей, например, знакомиться с результатами учебно-воспитательного процесса через информационные бюллетени. Педагоги нашей школы тесно сотрудничают с семьями учащихся. Это результат целенаправленной и длительной работы, которая предполагает прежде всего всестороннее и систематическое изучение семьи, знания особенностей и условий семейного воспитания ребенка. На основании анализа социума нашей школы наблюдается тенденция семей, в которых воспитывается один ребенок – 43%. Увеличилось количество семей, где воспитанием занимается один родитель – 24%. 5% семей являются многодетными. Профессиональный статус родителей свидетельствует о том, что 39% всех родителей – рабочие, 26% – служащие, 4% – педагоги, 5% – сотрудники ОМВД, 7% – врачи-медицинские работники, 10% родителей не работают, ведут домашнее хозяйство. Есть семьи, где оба родителя не работают. Низкий уровень доходов, отсутствие социальных перспектив, сокращение рабочих мест в районе приводит к тому, что многие родители вынуждены искать работу в других районах, городах, чтобы каким-то образом содержать семью. Количественный показатель таких семей постоянно растет. Сейчас 29%. Отсутствие родителей или нежелание родителей заниматься воспитанием детей в полной мере повышает вероятность совершения правонарушений подростков. Следовательно, в сложных современных условиях семье требуется систематическая и квалифицированная помощь со стороны школ. Только в процессе взаимодействия педагогов и родителей можно успешно решать проблему развития личности школьника. Появились положительные сдвиги в укрепление союза семьи и школ. Вспоминаются слова известной героини Нины Меньшиковой в фильме «Доживем до понедельника», которая говорит о том, что нельзя замыкаться в скорлупе своего предмета, надо брать шире, и тогда личная жизнь многих могла бы быть богаче. Нам повезло с нашими родителями. Они не замыкаются в рамках своей профессии, а с удовольствием приходят в школу и пробуют себя в различных ролях. В роли гидов проводят экскурсии по месту своей работы. В роли судейской коллегии участвуют в различных конкурсах, проводимых в школе. В роли туристов ни один поход не обходится без участия родителей. В роли костюмеров на экране вы видите костюмы, подготовленные родителями для рыцарского турнира. Также вы видите костюмы вареграфической студии «Серпантин» на районном конкурсе фестиваля мировых культур «Глобус», где ребята представляли Армению. В роли участников различных мероприятий. Например, акция «Подкормите птиц», «День рождения класса». Родители участвуют в школьном конкурсе на лучшее оформление класса к Новому году в военно-патриотической игре «Зарница». А сколько радости, удивления можно увидеть на лицах ребят, когда они угадывают своих родителей в костюмах сказочных героев на новогодних праздниках. Карлосон и Кот Матроскин, доктор Айболит и госпожа Белодонна, Кощей Бессмертный, Кикимор, Баба Яга. Конечно, ни один год не обходится без символов уходящего года, без символов уходящего и наступающего года. Кроме того, родители – это не только актеры, но и активные помощники классного руководителя в написании сценария. Делают они это по собственному желанию, а не по принуждению. Учителя только поддерживают их инициативу. Думаю, что многие педагоги в школах проводят что-то подобное, организуют мероприятия. Родители с каждым годом посещают школу все меньше и меньше. Это проблема. Как же вызвать желание у родителей прийти в школу? Так, два года назад родился проект с бесхитростным названием «Семья», цель которого и стала приобщить родителей к активному участию в образовательном процессе школы. Ко всему новому мы часто относимся с опасением. Мы не знали, как отреагируют родители, заинтересуют ли их наши предложения. Поэтому 2014-2015 учебный год стал пробным. Надо сказать, что первый блин не оказался комом. В семейных конкурсах приняли участие 127 семей. Некоторые из них участвовали в нескольких конкурсах. Например, семья Мрачко в пяти конкурсах. В трех из них они стали победителями. Подобное начало воодушевляет, придает уверенности, стимулирует. В 2015-2016 учебном году задача была усложнена. Каждый конкурс получил тему, которую мы определили, исходя из объявленного в стране года литературы. Тем самым мы привлекли внимание родителей и детей к еще одной проблеме современного общества – чтению. В конце марта 2016 года вместе с коллегами из городов Курюпинска и Севастополя в рамках Гимнастического союза России провели круглый снов взаимодействие семьи и школы в процессе формирования успешной личности, где мы представили свой проект «Семья». Наша работа получила немало положительных откликов от педагогов из городов Курюпинска, Армавира, Армянска, Керчи. Заместитель президента Фонда поддержки образования, руководитель программы «Гимназический союз России» Алексей Константинович Федоров дал высокую оценку деятельности нашей образовательной организации и предложил сотрудничать по данному управлению в следующем учебном году. Итак, сентябрь. Первые уроки, домашние задания. В конце месяца мы определяем самую рисующую семью. В прошедшем учебном году на суд зрителей были представлены портреты любимых писателей. В 2016-2017 году тема конкурса «Мы рисуем кино». Представлены номинации. Любимые мультфильмы. Самыми популярными стали «Ну, погоди!» «Приключения Каталия Апольда», «Винни-Пух и все-все-все» и многие-многие другие. Любимый киногерой. Глядя на представленные работы, вспоминаешь замечательные фильмы. «Бриллиантовая рука», «Тихий дом», «Операция И» и другие «Приключения Шурика». Всех и не перечислишь. Любимый актер Юрий Никулин, Андрей Миронов, Евгений Леонов и многие другие замечательные советские актеры представляли, предстали перед нами на выставке. В октябре в творческой мастерской мы собираемся, чтобы определить самую коллекционирующую семью. Мы узнали, что наши семьи коллекционируют не только монеты и значки, но и спичечные коробки, перешедшие по наследству от дедушки. Модели машин советского периода, минералы, детские журналы, комнатные растения. В прошедшем учебном году были представлены литературные коллекции, домашние библиотеки, собранные не одним поколением. В конце октября состоялся новый конкурс, который назывался «Советуем посмотреть», где на суд зрителей были представлены коллекции фильмов, фотографий, статей, журналов, марки, посвященные кино. Представляем вашему вниманию победителей конкурса «Самая коллекционирующая семья». Встречайте, семья Леонова, мама Евгения Александровна, папа Дмитрий Анатольевич, дочери Александра и Полина. Свою коллекцию вам представит младшая дочь Полина. Здравствуйте, вас приветствует семья Леонова. У нас замечательная коллекция цветов, комнатных и садовых. Наше увлечение цветами началось с ирисов. Сначала мы изучали, как правильно за ними ухаживать, выпасили посадочный материал, высадили в грядки и с нетерпением ждали результата. Вот такая у нас получилась красота. Ирисы – прекрасные и нежные растения. В природе существует более 250 видов. Этот цветок пришел нам из Голландии. Ирис – переводится как радуга. Эти цветы всегда ценились не только благодаря своему аромату и красоте. Они использовались при изготовлении разнообразных сладостей. Их добавляли в кондитерские изделия. А корни до сих пор используют в парфюмерной промышленности. Существует такая легенда. Самый первый цветок ириса растрел несколько миллионов лет назад. В красивом лесу на склоне большой горы цветок был настолько красив, что все звери, птицы и другие насекомые пришли посмотреть на него. Даже ветер, вода не удержались от созерцания этого прекрасного чуда. И начали они спорить, кому из них будет принадлежать спор. Спор продолжался четыре дня. Пока они спорили, семена ириса созрели, и ветер разнес их по свету. А вода подхватила и унесла в далекие страны. С тех пор ирисы растут в самых разных городах мира. А это наши любимые сорта ирисов. Сейчас в нашей коллекции более 60 сортов ирисов. А дальше началось самое интересное. Наша коллекция цветов увеличилась. Сейчас у нас более 20 сортов гибискусов, 25 сортов герани, 50 сортов лиленика и много других цветов. Наш дом и дворик похож на волшебный сад. Коллекционирование это не просто хобби, но и возможность пообщаться всей семьей. Поработать в саду это положительные эмоции, а значит хорошее настроение и здоровье. Спасибо за внимание. Ну а теперь знакомьтесь, семья Королёвых. Мама Светлана Васильевна, папа Игорь Николаевич, сыновья Денис и Андрей. У микрофона мама Светлана Васильевна. Здравствуйте. Началось-то примерно 19 лет назад. Когда мне подарили... Когда мне подарили вот этих шесть слоников, привезенных из Китая. Где же это? Подарили со словами, седьмого найдешь себе сама, пусть приносят радость и привлекают удачу в дом. Я начала искать седьмого слоника. И была поражена их разнообразием. Слоны стали появляться повсюду, бросаться в глаза и радостно подмигивать. Поэтому теперь, мимо этих добрых и прекрасных животных, я не прохожу. Но если беру слоника в свою коллекцию, то только того, который глянется, от которого в душе ойкнет, ёйкнет, и расстаться с ним нет никаких сил. Потом заинтересовался собирательством и мой сын Андрей. Были втянуты все окружающие, родственники, друзья. Слоны стали приезжать из разных стран – Германии, Чехии, Белоруссии, Молдавии, Таиланда и разных городов – Москвы, Питера, Ессентуков, Сочи, Воронежа, Волгограда, Кабардинки. Слон является самым почитаемым животным не только в Индии, но и в Китае. Слону присуща мудрость, интеллект, терпение, доброта, миролюбивость, проницательность. Все эти качества просто необходимы каждому человеку. Слон несет в себе энергетику, надежность и уверенность, поэтому многие хозяева собирают слоников у себя в доме. Они все разные. Есть слоны-красавчики, нарядные, украшенные попоны, с орнаментом, стразами, камнями, блестками. Считается, что этот талисман своим хоботом притягивает процветание в тот дом, где он живет. Слоник станет для хозяев самым искренним помощником в любом деле. Просто в определенный момент ты начинаешь верить в то, что примета действует. Потому что в трудные минуты жизни, когда надо принять решение или взять на себя ответственность, когда боишься перемен, достаточно подойти и просто на них посмотреть, подержать в руках любимого слоника, и все встает на свои места, кажется простым и понятным. Ведь каждый слоник связан с каким-то конкретным человеком, событием или периодом в твоей жизни, а воспоминания, особенно приятные, всегда отогревают душу. Кажется, что не так все и сложно, и на смену трудностям всегда приходят радости, и все обязательно будет хорошо. Слоник любит украшения. Желательно украсить шею вашего слоника серебром или золотом. Для этого, конечно же, подойдет цепочка. А если слон изображен на картине, можно повесить на нее четки. Лучше, если это будут кипарисовые, янтарные или сандаловые. Категорически не рекомендуется дарить вашему талисману украшения слоновой кости. Этим можно обидеть и рассердить слоника, и вместо позитивной энергии он станет делиться негативно. Слоник очень любит подоконник. Если он стоит хоботом по направлению к улице, то удача будет как бы втягиваться в ваш дом. А если слоник захочет встать хоботом в сторону помещения, то это будет говорить о том, что в вашем доме уже поселилась удача. Еще считается, что фигурка слона устраняет отрицательную энергию, которая накапливается по углам помещения. Самое комфортное место для слоника будет на северо-западной или юго-восточной стороне части дома. Именно в этом месте он будет нести мощную поддержку всем домочадцам. Вот такие они все разные. Есть слоны, которые превратились в предметы и несут в себе некий функционал. Слон-часы, слон-сахарница и слон-чайник, слон-солонка и слон-перечница. Вот такая сахарница у нас есть. Вот слон-солонка и слон-перечница. Вот слон-насадка на карандаш, чтобы детки не грызли. Вот такой слон-подсвечник у нас есть. Слон-кружечка для министральной воды Изи Центуков приехала. Слоны-шкатулки есть разные. Такой. Такой. Вот такие слоны-копелки есть у нас дома. Такая-копелка. Слоны могут быть из разных материалов. Из оникса, из розового кварца, и яшмы, и стекла. Вот слон из гипса. Такие. Вот слоник из земляничного мыльца. Слоны из дерева. Из камня. Вот такие разнообразные. Вот слоник из фарфора. Вот такой баскетболист из глины у нас живет. Вот такие слоники из глины. Смешные, забавные. Вот слон из бисера. Из янтаря на спинке у него янтарь. С мушкой. Вот такой слоник из лунного камня есть. Хорошо, когда у тебя в доме живет один слоник, но еще лучше, когда живет парочка. Но если поселить у себя семь слоников, то они будут обладать гораздо большим магическим потенциалом. Наверняка возникнет вопрос. Почему семь, а не шесть или пять? Именно семерка упоминается не только в восточных культурах, но довольно часто и в повседневной жизни. Давным-давно было создано учение о семи металлах. Из школьной программы мы все помним о существовании семи планет. Их можно увидеть и без телескопа. Эти планеты никогда не изменяют своего пути, траектории, неизменно вращаясь лишь на одной орбите. И расстояние между ними никогда не меняется. Именно поэтому семерка считается магической. Еще существует семь китайских богов удачи. А это непростой слон. Он является символом материнства. Но для нашей семьи он стал символом доверия, а еще точнее веры. Веры в единение, продолжение и светлое будущее. От индусов пошел обычай дарить на счастье семь слоников. Фигурок из кости, дерева или другого материала. Легенда говорит о том, что к слонам приходят бездетные женщины, моля их о помощи, чтобы родился наследник. На самом деле, примеров о магических свойствах числа семь не счесть. Да вы и так все знаете. Так что приглашайте к себе домой семь маленьких слоников, и они обязательно поделятся счастьем и благополучием. Приносут любовь и здоровье в ваш дом. Вот и вся наша коллекция. Всего четыре полочки в шкафу. Собирайте. Собирайте хоть что-нибудь. Ведь не хлебом единым жив человек. Нужно что-то и для души. А к чему душа лежит, к тому и руки приложатся. Спасибо. Спасибо, Светлана Васильевна. А мы продолжаем. За окном ноябрь. И в рамках фестиваля читателей мы выявляем самую читающую семью. В прошедшем учебном году конкурс был посвящен книгам-юбилярам. Семьи представляли авторские закладки, книжки-малышки, посвященные писателям-юбилярам, отвечали на вопросы литературной викторины, выполняли различные задания. Хозяева конкурса Храпова Наталья Николаевна и Михайлушкина Мария Николаевна, учитель истории и педагог-библиотекарь, всегда оригинально подходят к организации мероприятий. В прошедшем учебном году конкурс помогал проводить сам Василий Теркин. А 3 ноября 2016 года школа вновь распахнула двери для семей-участников. Тема для разговора стала «Два взгляда на одно событие», где были представлены экранизированные произведения. Мы с удовольствием наблюдали, как одна из семей представила матры вот из всеми любимого фильма «Любовь и волюби». Декабрь радует нас мастерством, фантазией наших семей и разнообразием творческих работ, так как именно в этом месяце мы подводим итоги конкурса «Самая рукодельная семья». Наши семьи вяжут, конструируют из бумаги, природных материалов, занимаются резьбой по дереву. Герои любимых сказок – такова тема конкурса в прошедшем учебном году. Тема нового конкурса, который нам предстоит в декабре этого года – подарок любимому кино герою своими руками. «Белоснежный январь» и вновь в школе события – фото-выставка. Семьи представляют свои работы. Это закаты и рассветы, природа, лица, братья наши меньшие. В 2015-2016 учебном году фото-выставка носила такое название «Книги наши друзья». Именно профессиональный фотограф определяет самую фотографирующую семью. Тему конкурса 2016-2017 учебного года мы определили так – «Мы идем в кино». Один из самых зрелищных конкурсов проводится в феврале. Самая поющая, самая танцующая, самая музыкальная семья. Разнообразие жанров, яркость костюмов, оригинальность исполнения – все это оставляет неизгладимое впечатление, море эмоций и у детей, и у взрослых. Предлагаем вашему вниманию выступление семьи Ермакова. Поставьте, пожалуйста, курсик, если видео началось. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Спасибо за просмотр! Спасибо за просмотр! Спасибо за просмотр! Спасибо за просмотр! Мы выявляем самую путешествующую семью. Жаркая Африка, солнечная Турция и необъятные просторы России. Радует, что путешествие носит не только развлекательный, но и образовательный характер. С литературными местами нас познакомила семья Савченко, Михайлышкин. Мы представляем вашему вниманию победителя конкурса «Семья Мрачко». Мы передаем слово классному руководителю Житинёвой Галине Евгеньевне. Добрый день! Семья Мрачко, со своим особым обликом, со своим особым обликом, со своей скромной красотой предстает человеку в детстве и остается с ним на всю жизнь. Семья Мрачко приглашает вас в путешествие по родному краю. Эта семья очень любит путешествовать. Как только выдается свободное от работы и домашних дел время, они отправляются в путь. Путешествовать здорово! И для этого необязательно преодолевать путь в тысячу километров. Путешествие в тысячу миль начинается с одного шага. Вы представляете, как им повезло? Каждую весну они могут любоваться цветением очень редкого растения. И он тонколистный, занесен в Красную книгу. В народе его называют очень красиво «Лазуревый цветок». А мне кажется, что он похож на маленький цветочек из сказки Аксакова. Каждый уголок нашей малой родины прекрасен. Желтые гонки степных тюльпанов, березовые рощицы, бескрайние поля подсолнухов, зеркальная гладь пруда. А как здорово в лесу всегда интересно встретить какую-нибудь незнакомую птицу или следы зверя, найти первый гриб или собрать букет из рыжих кленовых листьев? Какое растение вспоминается, когда речь идет о степи? Конечно же, это ковыль, чьи седые грибы полыжатся на ветру. Кажется, что это такое необыкновенное пушистое море. К сожалению, у нас нет поблизости реки, и все ездят на хопер. Это самый лучший летний отдых. Чистая вода, песочек, рыбалка и костер. Что может быть лучше? Путешествия – это не только отдых и развлечение, но и знакомство с историей родного края. Семья Мрачко часто бывает в Волгограде. На въезде в город есть Царицынская сторожевая линия. Каждый раз город-герой Волгоград открывает для них свои новые страницы. Это Мамаев Курган, панорама Сталинградской битвы, аллея героев. Бабушка у Глеба живет в Слоярском районе нашей области. И, конечно же, путешествия туда самые насыщенные и интересные. Глеб очень часто рассказывает о поездках, о своих впечатлениях. Делится фотоснимками и рисунками. И ребята в классе его всегда с интересом слушают. Вывод напрашивается сам. Путешествовать не только интересно, но и очень полезно. Полезно. Но это уже перед нами южные прибрежные окраины, где тоже побывала семья Мрачкова. Южно-то. Южно-то. Великолепная природа нашей страны, масса впечатлений, путешествия это еще один способ общаться с семьей, поговорить о чем-то интересном. Великолепная природа нашей страны, масса впечатлений, путешествия это еще один способ общаться с семьей. Великолепная природа нашей страны, масса впечатлений, путешествия это еще один способ общаться с семьей. Конкурс есть конкурс. Были и победители, были и проигравщие. Но никто не расстроился, потому что это праздник здоровья, спорта, семьи. В Международный день семьи, 15 мая, мы чествовали семьи победителя. Грамоты и подарки. Номера художественной самодеятельности в исполнении детей. А в завершении прогремел праздничный салют. Предлагаем вашему вниманию интервью с участниками проекта «Семья». Уважаемые коллеги, пожалуйста, как видео начнется, поставьте плюсик. Моя семья очень большая и многодетная. Нас у мамы четверо детей. Мы все очень дружные. И мне хочется, чтобы мой сын тоже вырос таким очень хорошим человеком и понимал, что семья это очень важно. И для этого мы участвуем в разных конкурсах, которые проходят в школе. В прошлом году мы пробовали себя в самофотографирующей семье. Это была целая фотосессия, где был задействован и папа, и бабушка, и мама. В прошлом году мы участвовали в самоколлекционирующей семье и в самочитающей семье. Мы очень готовились. Вечерами мы делали поделки, рисовали эту книгу, репетировали сценарий, как мы будем все это представлять. Это очень было здорово. Это нас объединяет, мне кажется, еще больше. Благодарна организаторам. Очень много впечатлений, очень много позитива. И вот сейчас у меня сына отдыхает в лагере. Вы знаете, ему задали вопрос, а характеризуй себя как человека. Он сказал, я счастливый сын. И я думаю, что это очень важные для меня слова, значит, я все делаю правильно. После этого конкурса я пришла под великим впечатлением. Просто не передать словами, какие были эмоции. Вы не представляете, какие таланты, как было здорово. И я что хочу сказать. У нас растет потрясающее поколение. Поколение ученых, литераторов, поэтов. Тех детей, которые гордятся за нашу страну. И они будут прославлять нашу великую Россию. Мы с сыном участвовали в рамках проекта «Семья школьном». Участвовали во многих конкурсах. Самая фотографирующая, самая путешествующая, самая рукодельная семья. Являемся победителями. Готовили всегда с сыном вместе, с сыном в восторге от подготовки. Начинает просить мам, давай готовиться уже за два-три месяца. Активно участвуем в жизни класса, участвуем в конкурсах, в праздниках класса. Будем также продолжать участвовать во всех конкурсах, которые будут. Надеюсь, тоже будем победителями. Мы участвовали в проекте в школу два года подряд. Первый раз мы были в самой рукодельной семье. Участвовала вся семья в изготовлении нашей поделки. А в этом году мы решили поучаствовать в конкурсе «Самая читающая семья». Так как мы читаем очень много дома своей семьей, впечатления самые положительные. Очень интересно было посоревноваться с другими семьями, послушать, посмотреть на других, себя показать. Очень интересно было. Надеемся, что нас пригласят и в следующем году. В этом году наша семья принимала участие в конкурсе «Самая путешествующая семья». Мне очень понравилось, да, наверное, не только мне, а вообще нашей семье в этом участвовать. Каждый член семьи у нас выполнял свою определенную роль. Одни собирали фотографии, другие редактировали, третьи составляли текст, как представить собранный материал. И мы с Владой, со своей внучкой, все это представляли на конкурсе. Очень понравилось участие. Было, конечно, и очень ответственно, волнительно. Хотелось не подвести не только свою семью, но и с класс, который мы представляли, и своего классного руководителя. Ну, все получилось. Мы заняли первое место. Я благодарна, что наш завуч и администрация смогли организовать такое мероприятие. В обществе принято считать, что в жизни каждого человека существует две семьи. Это непосредственно наша семья и работа, где мы проводим большую часть времени. Но у меня есть, сложилось мнение непоколебимое, что третьей семьей для меня является третья школа. Что касается последних конкурсов, живой показательный пример. В том году и в этом году мы принимали участие, лично я и мои дети, в конкурсе в общешкольном «Папа, мама, я, спортивная семья». Мы заняли призовое место, получили памятный приз. Вся школа аплодировала моим детям-именинникам, поздравляла, что было приятно. В этом году мы принимали непосредственно участие еще в фотоконкурсе «Самая читающая семья», «Самая фотографирующая семья», где тоже стали победителями. И в заключение хочу еще раз поблагодарить работников педагогического коллектива школы за умение находить общий язык не только с детьми, но и с родителями. Спасибо, что они привлекают нас в такого рода мероприятия. Спасибо, что не хватает терпения, мудрости, профессионализма. С приходом 1 сентября будем ждать с нетерпением мы родители, что нас опять позовут, и мы с радостью откликнемся на какие-либо приятные деловые предложения для участия в школьной жизни. Я принимала участие как член жюри в таких конкурсах, как «Самая читающая семья», «Самая рукодельная семья», «Самая коллекционирующая семья». Очень были красивые и коллекции, и изделия, сделанные своими руками. Поэтому очень судить было тяжело. И для себя решила, что лучше участвовать в таких мероприятиях самой, своей семьей, чем судить. Так как есть, что показать, и нашей семье тоже. В 2015-2016 учебном году к нашему проекту присоединились еще 46 новых семей. Проект интересен, проект востребован, а значит, будет продолжение. И хотелось бы в конце передать слово директору Новониколаевской средней школы номер 3, Стрепетову Александру Николаевичу. Добрый день, уважаемые друзья. Ну, вы увидели только часть той работы, которую проводит школа, которую делают мои коллеги вместе с родителями и детьми. Наверное, вы обратили внимание, что мы делали упор на то, чтобы включить в деятельность наших родителей, наших детей. Ну, и, наверное, не секрет, что мы говорим, что с детьми надо разговаривать, надо больше общаться. Увы, на сегодняшний день мы, взрослые семьи наши, заняты работой, зарабатыванием денег, и очень мало времени отводят общению со своими детьми. Общение только в школе. Вот этим проектом мы все-таки заставили общаться больше, общаться по разным направлениям. Вы видите, сколько много направлений выбрали мы и предложили нашим родителям. И что радует нас и моих педагогов, это то, что не уменьшается количество участников в различных номинациях, а их все больше и больше растет. Наверное, мы затронули за живую ниточку наших родителей и детей. Детям интересно, родителям тоже. Мы проводим общие праздники, где родители между собой общаются, дети видят друг друга и общаются. Хочется еще сказать, что мы заинтересовали таким образом и самих педагогов в школу, самих классных руководителей. Это способствует сплачиванию коллектива учителей, детского коллектива и коллектива родителей. Это у нас на сегодняшний день одно целое. И в этом направлении мы будем продолжать работать, наращивать то, чтобы как можно больше семей было у нас, участвующих в этих конкурсах. Поверьте, что каждый конкурс, будь это конкурс читающий в семье, рисующий, поющий, танцующий, это своего рода школьный праздник, где не только участники, но и множество зрителей. И если раньше проходили у нас данные мероприятия в классных кабинетах, то уже в последнее время у нас классные учебные кабинеты не могут вместить всех желающих. Поэтому мы перешли уже в зал, который по размерам больше и по площади. Ну что, наверное, есть и будут вопросы. Нам бы хотелось, чтобы они были. Потому что, как говорится, если нет вопросов, либо все понятно, либо ничего не понятно. Поэтому я попросил бы вас, уважаемые коллеги, написать свои вопросы по чату, а мы постараемся на все ваши вопросы ответить. Ну что, Леонидович, займете свою искусственную позицию? Пожалуйста. Вопрос не печатается. Ну, сейчас не все, что важно. Вопрос не печатается. 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 Значит, и организм. Ну, надо сказать, что пока вопрос печатается, но уже в этом году провели три семейных конкурса. Тема конкурсов в этом году, опять же, задана российской политикой, государственной политикой. Это тема кино, так как объявлен год кино. Поэтому первый конкурс был у нас «Самая рисующая семья». Вы видели сегодня слайды, где... Работы победителей. А на самом деле их было около 50. Да. Второй конкурс у нас прошел «Самая коллекционирующая семья», где семьи представили очень интересную коллекцию, и связаны они были с кино. Например, одна из семей «Семья Скаллов» представила открытки, на которых были изображены актеры или кадры из фильмов. И это были советские фильмы. Достаточно большое количество, сейчас даже не мало, не какое число. Очень много было. А мне запомнились коллекция машин, которые представляла семья Щукинов. Вот нам написали, я не знаю, это вопросы или утверждения. Для старших школьников пользуются успехом. Надо сказать, что возраст мы никогда не ограничиваем, мы подводим итоги по разным возрастным категориям. И еще не было конкурса, где бы какая-то категория отсутствовала. Успехом пользуются и у младших, и у средних, и у старших. Надо сказать, что победителем последнего конкурса у нас стали две семьи. Одна из которых представляла старшую звену, а вторая младшая. Еще вопросы. Для старшеклассников, наверное, самым популярным конкурсом является самая спортивная семья. И, наверное, вот самая поющая, танцующая и играющая семья в основном в первый год нашего проекта были старшие дети. В прошлом году доминировало среднее звено и были представители из младшего. Ну, как в этом году будет, не знаю, конкурс проводится в феврале месяце. Ну, вот перед вами фотография слайда. Вы видите, вот, это как раз поющая, танцующая, играющая. И вот здесь вы посмотрите, вот здесь и среднее звено есть. Вот в правом верхнем углу представители старшего звена, 9 класс, и в нижнем углу начальная школа. Если у вас больше нет вопросов, то спасибо всем за внимание. Удачи! Если будут вопросы, можете присылать их на нашу электронную почту. Мы с удовольствием ответим на все. Спасибо. Вам спасибо за внимание. Всего доброго. Субтитры сделал DimaTorzok